Витаю тебе! Мы начинаем с наёмства с новым разделом подручника «Человек. Слово и книга». Разгарни подручник на сторонце 83-й, разглядь малюнок за сталку до раздела и откажи на питание, подшим можно мерковать, что особные творы этого раздела будут присвечены книзе. Постал на паузу. Постал на паузу. Постал на паузу. Дякуючы перша друкару Франциску Скарыну, наши протки отрымали першую друкаванную книгу, якая была выдана 6-го жнивня 1517 года у чешским городе Празе. Гэта был «Псалтыр». Паразмажай, чому асветник с Пулацка вырошу обовязково парадовать своих суайчынеков друкаванным словом? Выдал аж 23 книги. Атказ найди у яго выказывание, что находится под малюнком заставкой на сторонце 83-й. Постал на паузу. Франциск Скарына лечил, что книга з'является крыницей мудрості. С книги человек може отрымать сведы. А таксамай он лечил, что книга може сталучок оплыват на настрой кожного человека, стать леком для души. Саправды, при допамозе книжного слова мы маем махчымасть даведацца про усе на свете. Книга може заставить свайгу чытача смеяться и плакать. Але головная, яна дае нам махчымасть думаць и разважаць. С творов раздела ты доведаешься шмат нового прародную мову, про особливости говорки беларусов, про походжение особных слов и их значения, про относины авторов дародной мовы. Разглеть помник Франциску Скарыну у Полацку и откажи на питание 1, 2, 3, 4, смещенное на сторонце 84-й подручника, постав на паузу. Прочитай «Отказы» из версии своими, постав на паузу. Сердце любой книги – слово. Кожное слово мае свое значение. Чаму вишню и яблук так назвали. Даведацца зараз про походжение слов часом складана, а бывая и немахчыма. Оповяданне о лесе станюк чаму, з яким ты познаемешся, приоткрые тобе некоторые сокрыты слова. Прочитай «Отказы» и откажи на питание. Про походжение яких беларуских слов ты доведуся с «Отказы»? Постав на паузу. Звернемся до питания. Про походжение яких беларуских слов ты доведуся с «Отказам»? Постав на паузу. У оповяданья рассказывается про походжение слов «акно», «дарова», «жита», «пшаница», «гречка», «бульба». Цез падабаўся табе текст, Алеси Станю. Чао? Постал на паузу. Праглець оповяданья и знайдзе адкас на пытанья. Постал на паузу. Слова «акно» паходзець ад слова «оку», «вока». Будыніна, ў якой живе чалавек, мае сваю «вока». Яно так сама глядзіць на свет. Адсю і пайшла назва «акно». Слова «дарога» паходзець ад слова «драть». Бо першчым пракласті дарогу, трабы було выдзіраць кусты і дрывы. Адкажи на пытанні два, три, чатыры. Постал на паузу. Прачытай адказы. Ізверцы сваімі. Постал на паузу. Постал на паузу. Як ты думаешь, з якой мытай пісменніца Алеси Станюк написала гэта аповяданья? Постал на паузу. Алеси Станюк написала аповяданья стой мытай, каб затікаві чытачоў сваім разважанням об макчымых способах утварэння і паходжыні асобных слов беларускай мовы. Аповяданні Алеси Станюк Чау носіць навыкова пазнавальны характар. Падрыхтуйся да выразнага чытання твора. Постал на паузу. Падчас нашай сістрэчы мы пазнайоміліся з аповяданням Алеси Станюк Чау. Дай ведаліся пра паходжыні асобных беларускіх слов. Усвядоміли, што кнігі з'являюцца крыніцай мудрости, ведал, лекамі душі. Кніга можа заставіць сваўучу та ча смеяцца і плакаць. Яна дае нам макчымаць думаць і разважаць. У тлумачальным славніку ты можеш знайсці значэні невядомых слов. А вось пацікавіцца паходжынім слав, іх пачатковым значэнім і зменамі ў значэні слова можна ў этымалагічным славніку. Во, што ім расказываецца пра бельмі знайомая для тебе слова «школа». Послухай. Школа – так яна вымовляецца ў русской мові. Схола – так яна вучала ў старажытной Грэцый. Ад коль з'являецца родам. Правда, тлумачыласся крыху інакш – ад пачынак, вольны час і бяздзейнаць. Маецца на увазі не повная бяздзейнаць і расслаблення, а вядзенья ў вольны ад працы час разумных і паучальных гутарак, любіма гамастаццва грэчаскіх філософов. С часам ганяцця школа стала пазначаць навучальны працэс, а пазня і памяшканя пад яго праскасаваная. Паадумай, пра паходжіні якіх слоў ты хочеў бы доведацца. І зверніся до этималагічного слоўка. Жадаю поспіхаву. Дякую. Продолжение следует...